Ответ на возможные возгласы. Не было никаких украинцев в то время. Так называется оригинальная статья в Нидерландах, Голландии. В Велюве, возможно, когда-то жили сотни тысяч руссен-эн-окраинерс. Извиняюсь за мой сибирский голландский. Так называется статья, которая вышла в голландском издательстве Волксранд в августе 2019 года. Было озвучено сенсационное заявление голландских ученых, занимающихся исследованием древних захоронений. В Велюве – это местность провинции Гердерланд, общей площадью 91 200 гектаров. Ученый-археолог из Лейдена Квентин Буржуа, изучая этот регион вместе со своей командой, с помощью современных технологий обнаружил множество новых курганов. Раньше считалось, что в Велюве находится 500-750 захоронений в виде курганов. Буржуа выяснил, что их число достигает 2000, и это не финальный результат, которого они достигли с мая 2019. Появление курганов датируется примерно 2800-1000 годами до н.э. и их создали мигранты, которые пришли сюда из российских степей. «Исследование проливает совершенно неожиданный свет на то, кем были далекие предки. В Велюве мы на самом деле обнаруживаем следы появления общества, каким мы его знаем сегодня», – говорит Буржуа. «Эти люди, вероятно, говорили на проиндоевропейском языке, из которого происходят наши индоевропейские языки». Ученый из Университета Гронингена Стейн Арнольдусен называет эти исследования значимыми и ведущими. Он считает, что буржуа вдыхает новую жизнь в область исследований, которая до этого топталась на месте. «Доисторический курган возле Шпиульде, муниципалитет Армело. Тени мертвецов». Как утверждает Буржуа, в каждом кургане покоится один человек. Сначала выкапывалась яма для тела с погребальной комнаты, в которой оставлялись подарки. Глиняная чаша, лезвие, каменный топор, молот, кремниевый топор, иногда янтарные бусины. Затем насыпался холм. Но не всем доставалась такая монументальная могила. Скорее всего, в них покоятся важные люди из семьи или общины. В основном останки представляют собой тень тела, остаточный след в песке. Но находятся и костные останки. Судебным генетикам, изучавших их в течение нескольких лет, удалось извлечь останки ДНК. Это международное исследование кардинально меняет восприятие доисторических обитателей этой части мира. Ученые утверждают, что 75% нынешнего населения Европы генетически произошли от выходцев из современной России и Украины. В 2015 году мы узнали, что за 3000 лет до Рождества Христова произошла основная волна миграции населения из русских степей в Западную Европу. Дары погребения и ритуалы также соответствуют доисторическим русским и украинским. Мужчины похоронены на правой стороне лицом на запад, женщины на левой стороне лицом на восток. Под Москвой вы найдете могилы, практически идентичные могилам в Велюве, говорит буржуа. Вопрос остается в том, по какой причине эти степные народы вместе со стадами домашнего скота передвинулись на запад. Из-за болезней? В зубном налете этих мигрантов мы обнаружили следы чумной бактерии. Найденные курганы – лишь вершина айсберга, ведь большинство из них исчезло за пройденные столетия. Буржуа приходит к выводу, что среди прочего, исходя из наличия сельскохозяйственных и пастбищных угодий, безусловно, здесь жили десятки тысяч жителей, а возможно даже сотни тысяч. Это делало Велюве очень густонаселенным районом в то время. Лазерные лучи. Факт, что в последнее время было обнаружено много курганов, объясняется появлением новых изображений и большим количеством рабочей силы. Руководство получило детализированные снимки, снятые при помощи лазерных лучей самолетов. Они регистрируют перепады высоты на Земле, независимо от разнообразной растительности. В сотрудничестве с наследием Гердерленда в мае буржуа запустил сайт, здесь приводится его название, так называемый гражданский научный проект. Сотни добровольцев просмотрели лазерные фотографии в интернете. Чтобы прийти к правильному суждению, каждую фотографию просматривают 15 человек. Если они находят что-то, то находка непрофессионалов сначала проверяется археологами. Результат превосходит мои самые смелые ожидания, говорит буржуа. Уже было просмотрено почти 240 тысяч изображений. Это означает, что у нас уже есть треть доступного визуального материала. И здесь сайт, который в принципе можно скопировать и попасть на него. Таким образом, на сегодняшний день обнаружено около тысячи курганов. Они располагаются в длины ряды, точно так же, как в провинции Дрента, в Дании, в Польше и на Украине. В Эпе был найден ряд холмов длиной 6 километров, с курганом каждые несколько сотен метров. И похоже, что эти холмы будут продолжаться еще 4 километра. Буржуа любит размышлять над идеями, которые привели к строительству курганов. Конечно, они являются памятниками умершим, но они также формировали указатели. Вы можете увидеть с одного кургана другой, чтобы найти дорогу. Возможно, создатели курганов надеялись, что предки таким образом будут защищать ваше путешествие. Даже если вы пройдете весь путь до Западной Европы. Симона Голландская живет в Нидерландах. И ссылка на Яндекс.Дзен Симона Голландской, где находится эта статья. И источник на оригинальную статью – Голландия. На этом все. Всего хорошего. Переименование Голландии в Нидерланды послужило неплохим толчком к новой информации о Голландии и русских, когда-то населявших Голландию и другие территории. А потом вытесненных из теплых мест в самое холодное, где мы, русские, сейчас и живем. Но на данный момент, на территории РФ, потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в остальных странах мира. Канал Веб-Рассказ. До свидания.